Выезды работников служб социальной направленности в поселение Славянского района стали уже доброй традицией. Сотрудники пенсионного фонда, социальной защиты населения, врачи узких специальностей, в их консультации остро нуждаются все жители Славянского района. Особенно те, кто проживает в отдаленных от центра хуторах и станицах. На днях выездной прием прошел в Коржевском сельском поселении. В сельском доме культуры в этот день было особенно многолюдно. Жители хутора Коржевского пришли сюда, чтобы получить помощь специалистов служб социальной направленности. По интересующим вопросам граждан консультировали работники Управления социальной защиты населения и пенсионного фонда. Кому-то была оказана помощь в получении субсидий. Кто-то узнал, как получить пособие по безработице. Также жители могли проконсультироваться относительно социальных выплат малоимущим семьям и доплат гражданам пенсионного возраста. Консультируем будущих пенсионеров по вопросам пенсии, оформления пенсии. И консультируем по вопросам уже пенсионеров по поводу перерасчета пенсии. Ну и принимаем заявления, которые мы можем принять в устном варианте для изменения способа выплаты. И записываем вопросы, которые могли бы в последствии дать консультации, используя уже базу компьютерную на месте. В этот день в хутор Коржевский приехали и славянские медики. Жители смогли получить консультацию терапевта, кардиолога и невролога, сделать медицинские тесты, анализ крови на содержании сахара, пройти антропометрию и электрокардиограмму. Подобные мероприятия пользуются у жителей большой популярностью. И если провести полное обследование во время таких выездов невозможно, то оказать медицинскую помощь, направить на лечение, выявить заболевание на ранней стадии вполне по силам. Это делается для того, чтобы приблизить услуги врачей и населению, чтобы улучшить качество медицинского обслуживания. Люди, которые не могут выехать в Славянск и в отдалённые места, чтобы обследоваться, они приходят на месте и здесь проходит своё обследование. Как показывает практика, для многих жителей сельских поселений такие приёмы – возможность получить консультацию узкого специалиста. Выявить, допустим, как кардиолог, сердечные заболевания, сердечно-сосудистые заболевания. Для того, чтобы люди не все могут обратиться, допустим, приехать централизованно к нам, допустим, в поликлинике, в больницу. Мы, соответственно, выезжаем. Планируется определённые дни. Проведение таких мероприятий всегда вызывает положительные отклики у населения. Очень удобно, особенно для инвалидов. Мы благодарны. Есть бы желание, чтобы ищу почаще. Потому что не все могут поехать. Потому что я бы поехала, у меня нет транспорта. Это очень хорошо. Очень даже. Мы довольны. Лично я довольна. Он мой муж тоже. Всё прошло. Всё хорошо. Спасибо. Что хоть немножко заботитесь о нас, старика. Творить добро просто. Жители Славинского района помогают своим землякам добрым делом. В этот же день в хуторе Коржевском проходила акция «Вторые руки». Людям, находящимся в трудной жизненной ситуации, оказывали гуманитарную помощь. Подобные выездные приёмы или социальные дни помогают жителям получить разноплановую социальную помощь. Надежда Неткочева, Александр Косицын. Программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова